Девушки отдыхают Это одна из новых особенностей рубежа. Сейчас я расскажу вам об этом и других изменениях в обновлении 0.23.2. Все они направлены на повышение разнообразия игрового процесса и улучшение понимания игровой обстановки. Итак, серверы. Теперь игрок, захвативший сервер, не только получает очки, но и активирует зону подсветки. На противников, оказавшихся в этой зоне, накладывается эффект «Метка». Нейтральные сервера обозначаются белым дымом. При захвате визуальное отображение дыма меняется в зависимости от того, игрок какой команды на него смотрит. Для союзников игрока, захватившего сервер, дым — синий, для противников — красный. Но будьте внимательны. Вражеская команда может перезахватить сервер. Если этого не произойдет, то по истечении трех минут сервер вновь станет нейтральным, то есть доступным для захвата после двух минут таймаута. А теперь зоны. Уменьшено время захвата первых двух точек. Это делает процесс захвата менее рутинным и ускоряет выход на основные активности. Изменения в наборе очков и целях миссии. Помимо этого, изменится логика таймаута. В последнем обновлении больше нет предела набора очков. Теперь по прошествии 40 минут побеждает та команда, у которой больше уничтоженных ПВО. Если же количество ПВО равное, выигрывает команда, у которой больше очков. Также теперь при наборе 6000 очков будет сокращаться время до взрыва. Благодаря всем этим изменениям больше не будет затянутых боев, приводящих к ничьей. Рубеж станет еще более динамичным и логичным, потому что была проведена работа по улучшению интеллекта ботов. Боты. Они станут более предсказуемыми и понятными, так как им доработали логику выбора целей и мест появления. Чем дальше игрок заходит на территорию ботов, тем выше вероятность того, что именно он будет привлекать их внимание. Одно из самых главных изменений коснулось принципа работы документов. Давайте я расскажу вам об этом подробнее. Документы. Теперь все типы документов можно будет использовать несколько раз, так как они будут восстанавливаться. Функция желтых документов переместилась в командные. Они будут засвечивать противников на определенное время, но при этом давать меньше очков. А самое приятное, что желтые документы заменены на сумку с РПГ. Кроме очков, эта сумка будет приносить команде самого опасного бота-гранатометчика. И теперь этот бот будет играть на вашей стороне. Но только если вы сами не подставитесь под шальной выстрел. Тот игрок, который нашел сумку с РПГ и принес ее к себе на базу, сможет выбрать одно из двух мест появления гранатометчика и усилить один из флангов. Очки за активности тоже немного перераспределяются. В целом, это все, что я хотела рассказать сегодня. Подробности можно узнать на официальном сайте. Пока! Ах, нет, кое-что еще. Джин, захватывай зону. А какую зону? Рекрут, иди сюда. Справа, рекрут, справа, справа. Что ты делаешь? Скорее уходи оттуда. Прикрой меня. Куда бежать? На. Так, взял. А куда их? Что делать? Сейчас, сейчас, ребят. Быстрее. Сейчас, быстрее. Что делать? Что ты делаешь? Нашел сумку с РПГ? Стоп, у меня же есть РПГ. Куда, ребят, что делать? Да куда ты? Ого?